Приветствую вас, друзья, на канале Нулевой Пациент. Ты будешь гореть в аду, покайся, бездарь не крутись, пожалеешь, мы тебя найдем. Найдем. За что? Я ведь еще даже ничего не сказал. А что я ждать буду? Дизлайк, отписка. Несколько лет назад я услышал невероятную цифру, которая не может не поражать. Второй по численности религиозной группой в Соединенных Штатах Америки стали атеисты. Их на тот момент насчитывалось 60 миллионов человек. И они стали самым быстрорастущим религиозным комьюнити. Первое место в Америке, конечно же, осталось за протестантами, евангелистами и прочим харизматичным христианством. Однако направление и перспектива намечены. Мусульманство и христианство постоянно спорят за право быть самой быстрорастущей религией. Приверженцы ислама утверждают, что это именно они – самая быстрорастущая религия. Но это, конечно же, неправда. Самые быстрорастущие религии в 20 веке в абсолютных цифрах было христианство. Однако прирост численности христиан в 20 веке был равен среднемировому приросту населения. Поэтому общая доля христиан в населении Земли практически не менялась. Братья мусульмане, не нужно расстраиваться и ругаться из-за правды. Ведь мы уже как 20 лет живем не в 20 веке. Независимое исследовательское бюро Pew Research Center проанализировало основные религии мира на предмет демографических изменений. И пришло к выводу, что к 2070 году крупнейшей из религий станет ислам. Вы ждали почти полторы тысячи лет. Осталось подождать всего 50, и мир будет полностью ваш. Ну или... После этого или все самое интересное у этого типа. Зови пацанов из палаты. Дело в том, что в процентном соотношении самый большой рост в 20 веке произошел не у христиан, мусульман или буддистов, а у неверующих. Взгляните на эту галлопирующую динамику. Неверующих в 1900 году 3 миллиона 24 тысячи. В 2000 году 768 миллионов 159 тысяч. И это 2000 год. Мы не имеем цифр на данный момент. А что насчет динамики роста в атеизме? Да, все верно. Это два разных понятия. Атеизм и неверующие. Атеизм все-таки религия. Атеисты 1900 год 226 тысяч человек. 2000 год 150 миллионов 90 тысяч. Подобный рост ни одной из аврамических религий не снился. Когда говоришь, что атеизм это религия, вера и церковь со стороны небольшого количества атеистов идет такая же реакция, какая идет от мусульман, христиан и иудеев. Они пишут гневные комментарии примерно одинакового содержания, которые заботят и тревожат лишь их самих. И это первый показатель того, что тонкие религиозные, почти сектантские фибры души были задеты. Однако, если атеизм и научный атеизм религии и культы, тому должны быть доказательства, их есть у меня. Добро пожаловать на канал Нулевой Пациент. Если ты смотришь это видео, ты и есть настоящее сопротивление невежеству и жестокости. Сегодня мы узнаем самый страшный секрет атеизма, который пытаются спрятать и замолчать. Подпишись на канал, поставь лайк, поделись этим видео и жми колокольчик. Впереди много интересного. Мы начинаем. Атеизм. От древнегреческого атеос. А без, теос, бог. Без бога. Термин атеизм появился в 16 столетии во Франции. Однако, существуют свидетельства того, что идеи, которые сегодня могут быть расценены как атеистические, уже присутствовали во времена древнего Шумера, древнего Египта, ведийской цивилизации и античности. Внутри атеизма, как и внутри иудаизма, ислама и христианства, есть массу течений и противоречий. Религия атеизм имеет в себе следующие течения. Невыраженный и выраженный атеизм, слабый и сильный атеизм, стихийный и научный, а также практически атеизм. И это я даже не говорю о людях неверующих, которых почти 800 миллионов человек, которым по большому счету все до лампочки. Согласитесь, достаточно странное разнообразие, как для одного, столь уверенного, плотного и единого понятия о том, что Бога нет, как и сверхъестественного. Но оказывается, что все совсем не так. И не всегда атеизм это отрицание Бога и отсутствие веры в сверхъестественное. Иногда это просто утверждение, что нет персонализированного Бога, создавшего землю и людей. Ну а сверхъестественном ни слова. Или, например, агностицизм. Я верю лишь в то, что я видел. Это тоже часть атеизма. Или вот еще пример. Да без проблем. Пусть все это будет, но давайте будем ссылаться на доказательства, установленные вследствие эксперимента, которые может повторить любой и не один раз. Сейчас научный атеизм. В каждом культе, конечно же, должны быть догмы и канон. Должны быть святые и проповедники, а также культовые сооружения, к которым стремятся как паломники, так и проповедники конкретной религии. А самое главное должна быть вера. Слышите? Вера. Чистая и искренняя. Вещи, понятия, явления, которых не видел. Но ты веришь в них. И это самое интересное в нашем ролике. Итак, мы начинаем разгром. Возьмем трех современных самых больших проповедников, почти пророков церкви атеизма, утверждающих, что Бога нет, как и ада и рая, а также сверхъестественного. Этолога и биолога Ричарда Докинса, физика Лоуренса Крауса и журналиста Александра Невзорова. Начнем с самого большого. Ричард, твой выход. Номер шесть. С другой стороны, это кто-то, кто верит, что вероятность существования Бога крайне мала, но она все же присутствует. Я фактически атеист, я не могу утверждать с уверенностью, но я думаю, что существование Бога маловероятно, и я живу с убеждением, что его нет. Я номер шесть. Что ж ты, фраер, сдал назад? Так ты, выходит, не знаешь, прав ты или нет. Но утверждаешь, распространяешь свой культ, пишешь книги, еще и признаешься в своей неуверенности. А может, стоило бы вначале заняться научной практикой, исследованиями, глубокими и огромными, и лишь потом нести свое знание. Постой. Но разве в религии это важно? Доказательства? Нет, конечно. Важно распространение культа, миссионерские задачи, распространение учения. И делая то, что ты делаешь, никак не отличает тебя от конченого шизика, который верит в то, что создает его больной разум. Ха! Только у нас, слушайте-ка, все стабильно. Сегодня рептилоиды, завтра мышиах. А что еще делать, когда скучно? От одного религиозного и верующего пророка к другому. И продолжаем забивать гвозди в крышку гроба тех, кто говорит и пишет, да пофиг, что он утверждает, атеизм не религия. Любая религия должна отвечать на вопрос, как была создана реальность, кем или чем. Атеизм тоже ищет ответ на этот вопрос. Лоуренс Краус, мега популярный физик, ученый, атеист. Во-первых, как свинья оскорбляет своих оппонентов. Я лишь хочу сказать, Джим, ты невежественная шлюха. Окей. А во-вторых, утверждает, как и все прогрессивное научное сообщество, что реальность возникла после большого взрыва из сверхмалого микрообъекта, в котором и была вся та материя и энергия, которую мы сейчас наблюдаем. Как интересно. Религиозные люди не любят вопроса, кто создал Бога. По утверждениям современных ученых, физиков, реальность возникла из ничего. Совсем из ничего. Ребята, это не черный вакуум. Это вообще ничто. Это не какая-то масса, в которой возникает что-то. Не какой-то огромный пузырь, в котором темно. Это вообще, понимаете, ничто. Вообще ничто. Категория, как и бесконечность, которая не может быть осязаемой человеческим разумом. Лоуренс, расскажи-ка нам, как выглядит ничто и из чего берется реальность. Поймите, есть разнообразные формы ничто, очень разные, и все они имеют физическое определение. И оказывается, что пустое пространство, которое вы, возможно, изучали в школе, что протоны... В хорошей школе протоны состоят из трех кварков. Мы солгали. У них действительно три кварка, но оказалось, кварки составляют очень малую часть массы протона. Большая часть массы протона вызвана флуктуациями в пустом пространстве. Какая приятная безоговорочная победа над тотально религиозным человеком. Квантовые флуктуации это не ничто, это очень много всего. Это объем, протяженность, длительность, расположение в пространстве. Это взаимодействие частиц. Ох, как много это всего, Лоуренс. Ты лажаешь, старик. Я, походу, к нам, Лоуренс. Но доказательства тебе не нужны. Ты веришь, и это твоя религия. Ты насаждаешь ее, как миссионер по всему миру, не имея всех доказательств, как и те, кого ты оскорбляешь. Хаса. Священная столица Тибета. Мекка. Храм гроба Господня в Иерусалиме. Печерская Лавра. Великие культовые религиозные сооружения и места есть у всех религий. К ним стремятся, туда едут и проповедники, и верующие. Такие места есть и у атеистов. Ведь там доказывают отсутствие Бога. Ну, вопрос в рисках, потому что ведь понятно, что этого большого адронного коллайдера боятся примерно как ГМО, потому что дураков в этом мире масса. Ну, конечно. Все верующие дураки. Также пишет у меня под видео о христианстве, исламе, иудаизме, все верующие. Кто не с нами, кто не верит в нашего Бога, те дураки и будут гореть в аду, ведь наша религия – это любовь. По-моему, Пете плохо. Петька, ты держись-то. В любом культовом месте должна быть религиозная атрибутика. В своей церкви атеисты поставили шиву. На самом видном месте. А еще должны быть ритуалы, то есть канон. Это якобы ритуал, происходящий, мать его так, в Церне, атеистическом центре мира, где добывают частицы Бога. Ха-ха-ха! Теперь ты используешь конспирологию как доказательство, потому что тебе удобно. Молодец. Что по этому поводу говорит ЦЕРН? Допуск на территорию осуществляется строго по пропускам. Днем и ночью действует жесткий пропускной режим, и в связи с этим будет проведено внутреннее расследование, произошедшего, но без привлечения, женевской полиции. Кому вы рассказываете? Ой, как приятно разоблачать любую из всех видов лжи. Кто не купит Петькины книги, тот лох. Простите, я хотел Петьке как-то помочь. Я не лох. Я купил. Самый страшный секрет атеизма, друзья, заключается в том, что это самое что ни на есть настоящая религия, в которой есть все атрибуты религии, все необходимые и нужные детали. И ни ислам, ни христианство, ни буддизм будут и являются на данный момент самыми быстрорастущими религиями, а именно атеизм. Смотрите на эту цифру и знайте, она будет расти все быстрее и быстрее. Я не говорю вам, что это плохо или что это хорошо. У меня свое третье мнение на этот счет. Один молодой человек после анонса этого видео написал в комментариях, атеизм – высшая форма невежества. И это неправда. И вот почему. Меня поразила эта реакция, когда он говорит о беззащитных людях. У некоторых цветочки, у кого-то флажочки, а у кого-то пакетик с лекарствами. И у многих надписи, приколотые булавками с фамилией, именем, отчеством и с диагнозами заболеваний. На тот случай, если забьют дубинами, то чтобы медики знали, куда везти и куда сообщать родным. И вот им как раз газ в лицо. Им под эти палочки и под ноги гранаты. И причем я думаю, что вот даже маньяки из больниц на такое не способны. Я думаю, что там и Брейвик, и Хаттаб. Они бы матерились от омерзения и... Слезы. Вы понимаете? Слезы. Искренние и настоящие. Давно я не слышал, чтобы хоть один религиозный проповедник, мула, священник, рабе, говорил так о людях, не впихивая никому своего бога. Ричард Докинс однажды сказал, что если человеку нужно пережить боль, страх или смерть любимого человека, если нужна вера и религия, чтобы не сдаться, то пускай она будет. Это очень хорошее и нужное явление в таких случаях. Невероятно. Вы можете представить, чтобы религиозный человек или священнослужитель сказал, да пофиг, делай хорошее, будь атеистом, если тебе так будет легче. Я такого представить себе не могу. Именно поэтому я очень близок по мировоззрению к научному агностицизму. Мне просто повезло больше остальных, и я видел этими двумя глазами столь необыкновенные мистические вещи, что просто не могу быть атеистом. Ой, ай, парни, здесь постоянно что-то видим с утра до ночи, если лекарства не дают. Улетай! Однако все, что я видел, слышал, прошел, прочувствовал, я хочу понять, разложить по полочкам, понять суть взаимодействия. Ведь эта суть существует. За ваши слезы, за ваши глаза, за дружащий голос. Мое почтение, Александр Глебович, вы глыба. Есть явление, есть теория. Собираем фокус-группу верящих и неверящих. Собираем все элементы, проводим эксперимент, выясняем закономерности, если они есть. Ведем работу. Если их нет, пишем не доказано или пока нет достаточных средств и ресурсов для проведения правильного всеобъемлющего исследования. Но не пишем точно чего-то там не существует или наоборот существует. Чуть попроще религиозные люди и атеисты в своих высказываниях о правильности ваших пророков, ученых и убеждений. Будьте в конце концов вежливы. Давайте возьмемся за руки. Мусульмане, христиане, атеисты, неверующие, иудеи, все. И поставим на первое место человека. Его судьбу, его комфорт, его счастье, сытость и здоровье. Его желание быть любимым и любить. Желание реализовать потенциал каждого из нас. Давайте поставим на первое место природный миропорядок, улучшая его. Если ваши боги не подонки, они помогут нам в этом. Ну а если ферме помогать не нужно, ведь она все равно пойдет на мясо, то я предлагаю эволюционировать морально, духовно и интеллектуально, чтоб при встрече с фермером пустить его на ароматные и вкусные стейки. Я люблю вас, друзья. Пусть ориентиром для вас всех будет сострадание и развитие вашего разума и вашего духа. Знайте, в глазах источника вы равны дождевому червю и тому, кто посмел называть сам себя богом. И это делает нашу вселенную прекрасной. Мы все равны. Если ты посмотрел это видео, ты и есть настоящее сопротивление злу, гневу и эгоизму, царящему в этом мире, человек будет свободен и счастлив. Вы были на канале Нулевой Пациент. Подписка, лайк, поделиться, колокольчик. Я вернулся. Скоро будет много интересного. И помните, грядут перемены. Давайте сделаем так, чтобы они были к лучшему. Пока. Если хотите, чтобы я чаще был в кадре, пишите в комментариях.